ФИФА 19 В следующей части игры хотел бы увидеть ты Итак, что же мы уже знаем о ФИФА 2020? В игре не будет Камп Ноу, а Месси точно не появится на обложке Множество фанатов Барселоны по всему миру загрустили Безусловно, такой стадион хотелось бы видеть в ФИФЕ Последний раз мы имели удовольствие побегать на каталонском гиганте только в ФИФА 16 С тех пор лицензию и полные права на арену приобрела ПЭС В последних трех частях мы могли наслаждаться панорамными видами Камп Ноу только в японском футсиме Почему? Барселона заключила контракт с Канами сроком на 4 года То есть заканчивается он лишь к 21 году По той же причине Лео Месси никак не может оказаться на обложке Хотя здесь EA вряд ли расстраивается Они уже заполучили Криштиану Роналду Между тем нет никаких гарантий, что мы увидим Камп Ноу в ФИФА 2021 Ведь Канами и Барса вполне могут продлить соглашение Тем более поговаривают, что японцы платят за лицензии гораздо больше, нежели EA Можно вспомнить хотя бы ситуацию с РПЛ или сборной Хорватии Нововведение номер 2 – динамическая погода Еще один маленький шажочек в сторону реалистичности Как ни странно, но сейчас в ФИФА погода не меняется Дождь идет всю игру, снег валит сначала и до конца А солнце словно привязано к одному месту и вообще не меняет свое положение Вообще дождливую погоду и тени игроки в ФИФА не очень любят И это справедливо При разном освещении становится хуже видимость А при непогоде гораздо сложнее отдавать пасы и защищаться Но в следующей части ФИФА погода будет меняться прямо по ходу матча На 10-й минуте повалит дождь, на 30-й станет снежно А в перерыве солнце поменяет свое местоположение и на поле станет темно Безусловно это шаг в сторону реалистичности Но в плане удобства для игроков приятного здесь мало Кстати, в ПЭС динамическая погода уже есть Новинка номер 3 – добавление ВАР Почти все топовые лиги уже перешли на систему видеонаблюдения Но только в АПЛ и Лиге Чемпионов новую технологию пока не внедрили Тем не менее, есть информация, что в будущем сезоне ВАР наконец-то найдет применение и там А значит он будет внедрен и в ФИФА Поскольку как раз АПЛ и Лига Чемпионов – главные ориентиры для игры На самом деле это было бы довольно интересно Например, можно вернуть кнопку симуляции А оппонент имеет право запрашивать просмотр повтора Чтобы выявить ложное решение Если он ошибется дважды, то больше взывать к ВАР он не имеет права Получится довольно захватывающий метагейминг Главное – избежать опыта Football Manager 2019 Где судья просто бежит через все поле, чтобы принять решение, которое он раньше принимал без ВАР Если это будет только увеличивать хронометраж матча, то пусть лучше видеоповтор идет в топку Но только в футсимах, конечно же Ставь лайк, если хотел бы увидеть в FIFA 20 как можно больше качественных изменений И не забывай подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе всего самого интересного из мира футсимов До скорого!